Готовим украинскую выпечку в сухари. Нам понадобится полкило маргарина, 5 яиц, полкило сахара, пищевой аммоний, 250 грамм сметаны и муки. Увидим в процессе нужно иметь муку, чтобы тесто было нужной консистенции. Так, начнем. Разобьем яйца. 5 яиц. Разбили в емкость. Теперь добавляем полкило сахара. Ставим на весы и добавляем полкило сахара. Добавляем сметану. Добавляем сметану. Теперь добавим в тесто еще полкило маргарина. Для того, кто-то их помешать с тестом, он должен быть мягким, при необходимости его можно подарить. Для удобства перемешивания его разделим на кусочки, на кубики. Так. И вкладываем его в наше теле. Так. Емкость с тестом. И точно так же вставим половину пачеку. Зарезаем на 6 кубиков и уложим в место. Теперь нам нужно будет добавить сюда 50 грамм аммония. Отвесим его с помощью листов. И пищевой аммоний. И добавим в тесто. Теперь добавляем муку и в процессе перемешиваем в тесто с помощью миксера. Духовку нужно будет необходимо предварительно нагреть на 180 градусов. И потом добавляем. Добавляем в тесто с помощью миксера. чтобы можно было его раскатать на столе и окончательно домешаем его уже по ручную добавляем еще немножко муки в конце посмотрим сколько у нас идет муки уже ушло более килограмма перемешиваем тесто уже под раскатку вот так тесто уже практически готово еще немного довымешиваем и оно уже будет готово к раскатке делим тесто на части чтобы удобнее было с ними работать вымешиваем каждую часть раскатываем тесто раскатываем тесто так раскатали тесто толщиной 08 до сантиметра и посыпаем его немножко сахаром после чего разрезаем его на различные формы так разрезаем тесто на куски удобно делать это колесиком если у вас есть специальное колесико разрезаем такие кусочки и вкладываем их на листы для выпекания так мы их вложили и на все тревеса складываем наше тесто и так и так и теперь закладываем листы в нашу доходку для выпекания и запускаем на режим выпекания и выпекания и 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 достаточно сильно выразмияю. Ждем еще немного. Через 20 минут мы достаем наше печенье из духовочек. Сделаем цветы теста. Можем закладывать. Следующие листы в духовке после этого. Так получается у нас такое рассыпчатое печенье. Вот смотрите, оно такое воздушное-воздушное, очень легкое и вкусное. Продолжение следует... Продолжение следует...